так друзья мои всем доброе доброе утро из солнечной долины калифорнии у нас сегодня чудесная погода не жарко такой ветерочек когда уезжали из дома было где-то градусов 25 вот так вот классно вообще вот и мы сегодня приехали мы приехали вот в такой вот dental group офис мы тут уже как-то были соней у меня есть отсюда видео он соня сон ты готова нет короче говоря мы приехали к ортодонту проверить сонины зубки и ставить называется это брейс из да сонь брейсис брейки ты короче говоря сейчас я вам покажу ставить мы сони будем брейки ты потому что в америке конечно очень важно какие у людей зубы это я всем привет вот в общем то вот этот офис и вот тут написано что нужны брейки ты пожалуйста бесплатный экзамен да бесплатно тебя посмотрят и в общем-то скажут что к чему и почем ну что ж все мы идем на самом деле у нас просто еще вот есть пять минуточек мы так как бы вышли на улицу будешь так хорошо сегодня на улице вообще неужели лето закончилось я такая счастливая честно говоря вообще классно уже утром на бакьярте сидели с мужем кофе пили он говорит я думаю что лето уже все закончилось я говорю ой быстрей бы он официально считается что вот после labor days это день день работника что ли как сказать день трудящихся у нас 1 мая короче говоря это наверное как день трудящихся да вот так вот скорее наверно перевести вот и он говорит что 1 сентября вот у них вот этот labor day и официально считается что вот после лэр лэр фу ты господи ну короче после вот этого дня в общем то уже наступает осень вот так ну что все мы идем вовнутрь и оставайтесь с нами мы сидим сейчас в приемной нам дали вот такую брошюрку честно говоря она была очень удивлена что оказывается вот эти вот господи как их брекеты вообще короче говоря что эти брекеты могут носить даже взрослые то есть оказывается абсолютно неважно в каком-то возрасте это показано женщину не видно да наверно что у меня на зубах вот эти вот брекеты показано какие были зубы какие стали много на самом деле тут всякой информации по этому поводу конечно мы сидим пока ждем сейчас покажу вам немножко там стенд конкретно по поводу вот всех этих брейсов 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 неправильно сказал брейсов вот холл ждем врача так нас завели уже в кабинет вот это вот сонина зубочки такие красивые вот такие у нее зубки сразу выведено все вот на экран соня сидит у нас в кресле уже скажи всем привет всем привет тут такой вот кабинетик в общем-то мы уже показывали на подобие тоже такой кабинет как вот эти вот невидимые они самые дорогие в общем сейчас мы все посмотрим и все вам расскажем сколько это дело стоит потому что мы еще сами толком не знаем тут все зависит от каждого индивидуального случая сунь ты боишься не боишься ты уже хочет спать хочу что мне это конечно господи встали в 8 утра все ладно мы ждем врача итак ребята мы вышли от дантиста и вот наш приговор скажем так сонин вернее знаю видно будет не видно в общем я вам рассказываю значит первая плата это 500 долларов носить эти брекеты нужно будет 30 месяцев вот написано 30 месяцев и каждый месяц ты выплачиваешь 127 42 а вот это вот конечная цифра которую в общем-то мы заплатим четыре тысячи я вам сейчас так скажу четыре тысячи триста двадцать два доллара восемьдесят центов вот столько стоят эти вот брейсис ну что вам сказать конечно цены такие мягко говоря не дешевые но очень хорошо очень удобно что можно когда ты выплачиваешь просто раз в месяц эту сумму она как бы не сильно так бьет по карману конечно единовременно вот так вот выплатить это дороговато я считаю все таки за два с половиной года если так вот прикинуть то в принципе как бы вроде ничего хотя все равно я думаю что это дорого конечно вот ну вы знаете прекрасно что американцы помешаны на зубах у них зубы это вообще больное дело и вообще на здоровье на этом никто не экономит поэтому в общем то для того чтобы у тебя были красивые зубки говорится можно и потерпеть ну что все вот так вот мы сходили к донтисту и в общем то мы сейчас все это дело обсудим и будем уже назначать appointment и в общем то наверное на будущей неделе уже поедем и будем все это дело делать я вам потом все еще раз покажу и расскажу вот сейчас приехали в очередной раз вот на сервис hyundai машину моему мужу так и не подними починили это длится уже две недели это какой-то конечно ужас и кошмар вот но сегодня они позвонили и сказали что они все еще не могут никак починить машину поэтому не прошло и двух недель как они ему предоставили какую-то другую машину потому что конечно две недели я посидела без машины я честно говоря вообще не представляю себе как вообще можно жить в америке без машины 2 недели до сон скажи две недели сидели дома соня вообще уже там изделять сейчас я вам ее покажу как твои ощущения без машины ужасные не ну действительно даже в магазин не выйти потому что как бы ну может быть бы мы и вышли но просто жарковато так мягко говоря это вот сегодня такой день чудесный у нас вот посмотрим сейчас какую ему машину дадут я вам потом расскажу а может быть такую же да ну все всем пока челка као